Здравствуйте, дорогие друзья! Многие есть, будем говорить, психотипы в отечественном театре, в отечественном кино. Были всегда, есть и вот, ну, были и хохотуны, и истерики, были иродивы, были косматые мужичище, были цари и были диктаторы. В общем, всего было довольно. И был Иннокентий Михайлович Смактуновский. Все коллеги по цеху, всем, кому посчастливилось знать или играть с ним, говорили, он был совершенно особенный, потому что он был медиум. В Иннокентия Михайловича вселялось. Ну, сейчас, нет, Иннокентия Михайловича, увы, но святое место пусто не бывает. В отечественном ариапаге актерском есть такой медиум. Это, разумеется, Виктор Сухоруков. Товарищи, перед вами химическое актерство. Это даже оно неестественное. Мне кажется, что Сухоруков на грани естествует. Даль начинается невероятная химия. Не господин Сухоруков у нас в гостях, а три тысячи различных людей. Вот они будут сейчас расталкивать друг друга, проходить перед вами чередой. Ох, разочарую. Ну, точно. Разочарую. Здравствуйте, Виктор Иванович. Здравствуй вас, рад. За вами закрепилась такая, знаете, вот, слова актеров. Не зря пришел. Ой, не зря. Запишите Демровские слова и мне подарите на открытке. Итак, о вас говорят как об актере-философе, поэтому не надо удивляться, если будем задавать околофилософские вопросы. Но первый вопрос, наверное, таков. Вы же, ваша кинематографическая судьба начиналась в 80-е. Потом были вот эти вот ужасные 90-е. И потом непонятно, какие нулевые. Сейчас уже, как их сейчас называют, я не знаю, десятые, да? Можете ли вы как-то вот нарисовать, как изменялся наш отечественный кинематограф за эти годы? Парадоксально. Дело в том, что можно рассказывать о самом кинематографе, а можно говорить обо мне в этом кинематографе. Это вторая тема? Нет, это разные вещи. Потому что говорить о самом кинематографе я не имею права. Потому что я человек случайно залетевший и накрепко там засевший в этом кинематографе. И даже когда вы сказали про 90-е годы, они-то для меня были великолепные. Самые там, где кинематограф превращался в некую свалку сюжетов, в помойку историй, где чего только не вытворяли. И это кооперативный кинематограф, и отсутствие идеологии, цензуры, отсутствие денег, или наоборот, когда сваливали деньги в кучу под один сюжет. У меня как раз судьба помчалась так интересно и восторженно. Но 89-й год Бакенбарды, а до этого, вот считайте, я с 51-го года, наоборот, когда был советский кинематограф, когда Ленфильм, 70 фильмов, Мосфильмы, республиканские киностудии, огромное количество кинопродукций. Я был не востребован, не нужен, не интересен. Тыркался, тыркался, об этом уже все знают. Я, наоборот, сегодня растерялся, имея имя, звание, опыт. У меня сегодня какой-то раздрай, какой-то страх. И я все равно успокаиваюсь тем, что, наверное, мое время прошло. Вить, дело в том, что в отличие от театра, который настолько обогащен репертуаром «Три сестры» и «Вишневый сад», что практически может и не следить за современностью. Кино, его эволюция, прям пропорционально эволюции героев. Ну вот были 90-е, понадобились прохиндеи и кокаинисты. Ну, лучше тебя на свете никто не сыграет. Потом понадобился император, пожалуйста. Ну, Павло, ну кто еще, кроме тебя? Не волнуйся, грядет твое время, потому что ты идеальный исполнитель абсолютно любой фигуры в системе персонажа Солтыкова-Щедрина. Дмитрий, так я и не волнуюсь. Вот ты и Щедринский герой. Ну, не только, и Гоголевский, и Достоевского, но я другому. Сейчас, когда у меня, ну, будем считать, что у меня простой в кинематографе, хотя мы к нему еще вернемся, я в театре увлекся. И увлекся так беззаветно, с такой же самодачей, психической любовью. Так я на что хочу обратить внимание? В 90-х годах, когда действительно ветер гулял по коридорам Мосфильма, а Мосфильм это все равно как бы метафора киноимперии, да, понимаете? Там действительно газеты по ветру гуляли, летали по коридорам и крысы бегали. Я же заходил в этот момент в любимую свою киностудию, но в данном случае и мне тогда говорили, вот у кино будущего театр сдохнет. Фига. На моих спектаклях, не буду говорить за другие, но народ-то идет, а билеты дорогие. Есть билеты по 3500 первый ряд, а 1800 балкон, полный зал, и не хлопают, кричат, ходят парами, в нарядных одеждах, в начищенных ботинках, с удовольствием в любую погоду и пробираясь сквозь пробки и сквозь всякие инфекции мегаполиса, идут в театр, сидят и смотрят и благодарят за то, что ты им выдаешь со сцены. А в кино намного дешевле билеты. В кино масса появилась мультиплексов и прочих каких-то, хотя говорят, не хватает залов. Не хватает государственных залов, не хватает залов, которые могли бы прокатывать мое отечественное кино. А так их залов-то очень много. Я вам сейчас расскажу одну историю, простите, а вы там уже вырежете, не вырежете. Город Орехово-Зуево. Я сейчас был там на прекрасной церемонии открытия памятной доски 150-летия со дня рождения фабриканта, купца, великого русского человека Саввы Морозова. Савва Тимофеевича Морозова. И я, естественно, как почетный гражданин города Орехово-Зуево, присутствовал на открытии этой доски. И на попрямой линии в 20 шагах сквер. Памятник революционеру Моисеенко, который возглавлял Морозовскую стачку и разрушал то хозяйство или захватывал, которое создавал Савва Морозов. Сегодня вот такое время интересное. По одной линии стоит Моисеенко, около которого меня в детстве фотографировали, с бумажными цветочками 1 мая и 7 ноября. И это было действительно у нас священное место. Памятник Моисеенко, там никто не забыть, ничто не забыто. Мы фотографировали, за 25 копеек фотография. Но теперь рядом доска фабриканту. И я, выступая на открытии доски, сказал, вот мы уйдем, а они, может быть, между собой договорятся и подружатся. Но в этом же городе, в советское время, понимаете, как мы долго живем, мы можем еще говорить в той стране, в этой стране. В прошлом веке. Как это великолепно. Но в результате кинотеатр «Родина». Его построили на ровном месте, на берегу реки Клязьма. Кинотеатр «Родина». С огромным залом, фойе, с пальмами, фикусами, там, перед входом в зрительный зал. Его нет сегодня. Я говорю, а где же кинотеатр-то? А он продан. Кому? Когда? Кто? За что? По воле чьей разберись наука. Ни оркестров, ни речей. Вот уж где ни звука. Память как-то не горька. Будет зарубкой на века. Твардовский. Теркин на том свете. Но я иронизирую, хочу спросить. Превратили кинотеатр «Родина» в частную собственность. Иду я по городу, когда открывал доску, а там написано, выставка продажа шуб. Продолжается, оказывается, в фойе какая-то там ярмарка, чего-то продают и так далее. Так может, народу шуба нужнее, чем кино? Так пусть рядом. Ну, пусть кино. Вот он купит шубу и сядет, посмотрит кино. Или наоборот, посмотрит кино, с него шубу снимут, и ему же потом продадут. Это какая разница? Самое главное, красные пришли рушут, белые пришли рушут, а сегодня они вместе, и Морозов, и Моисеенко, по одной линии. А мы опять чего-то, в чем-то хотим разобраться или наоборот сломать. Вот как жить в этой жизни, не запутавшись, не захлебнувшись? И даже я разговариваю с вами, уже забыл, какой вопрос был и куда я пришел. Но я знаю, о чем я говорю. Я говорю о любви к родине, о любви к кинематографу и о любви к своей профессии. Давайте, введите меня в разговор. Возвращаемся к разговору о кино и театре. Ну, понятно, что все-таки театр – это искусство, кино – это все-таки бизнес. И если актер в театре отдает всего себя, то на съемочной площадке в кинематографе, так говорят многие актеры, это ремесло. Ну, потому что ты же не можешь прожить всю роль за те несколько месяцев, когда ты снимаешь эпизод о двух минутах, по большому счету. Ну, вы имеете в виду? Да. Нет, там производство. Даже не ремесло, там производство. Кино – это производство. Так почему же тогда многие актеры изначально мечтают о кинематографе? Только из-за того, чтобы получить признание, правильно? Ну, если вот думать о признании, а таланту нет, ну и что? Хотя сейчас это и есть тенденция. Не нужна школа, не нужен урок, не нужен учитель. А ведь это наука. Знаешь, это напоминает немножко, когда некто, совсем молодой крестьянин, подслушал волшебный пароль «Сезам, откройся», и перед ним открылась дверь в священную пещеру, в полную сокровищ, к которым он не имеет никакого отношения. Он их не крал, он не рискал своей жизнью перед тогдашней средневековой, или каком-то древнеиндийской полиции. Это Алибаба, понимаешь, нахватывает так много сокровищ, как только может вынести. Это приблизительная метафора попадания в твой цех совершенных прокиндеев 20-летних, которые насмотрели всего, потом вечерних кафе московских и ленинградских, рассудили о Родригесе и о твоём любимом Кубрике, или о Фазбиндере посчитал, что теперь что здесь великое дело в производстве. Пошли в производство. А дело-то в человеческой же незаврядности. А в чём оно? Конечно же, в интересе к нам, простолюдинам, к людям. Где Василий Макарович? А в тебе вот слышно иногда Шукшин, знаешь? Вот когда ты говоришь, говоришь в голову, вот так бац! И впендюриваешь, как ты, как лавочка. Помнишь этот грандиозный шукшинский образ в собеседнике купе? Вот такой ты. Аба! И какой-нибудь очень смешной. Вот только этот юмор надо понимать. А потом опять, вот где этот Шукшин? Вот я хвалюсь. Мне главное, какая роль? И я читаю, и я сначала киную о роли. И вопрос денег, они очень важны. И это важная тема. И я не стесняюсь разговаривать о деньгах или о гонорариях. Мне не нужен агент. Как? И ты про деньги сам? А я говорю, а что же здесь плохого? Я же не христорадничаю. Я зарабатываю эти деньги. Я легко могу сказать, моя работа стоит столько-то, столько-то. Ничего здесь плохого нет. Но я сначала начинаю о роли. И если у меня включается фантазия, если у меня работает, как это, мой вот этот сим-сим или сезам внутри, вот, и если у меня там что-то складывается, и я вхожу в экстаз, в базар. Тебя вселяется? Конечно. Вот тогда я говорю, о, пойдем. Вот как вы с Лунгиным репу чесали, чтобы сделать этот фильм? Я говорю, это же островый этот, ну совсем не красный. Ну точно, ну вы смеетесь, что ли? И тоже снимали-снимали. Расчленил бы хоть кого-то. Четверть фильма уже снял Лунгин. Вот раз уж мы походим туда субурно, но ничего. Да, но вот это как раз прицел. И вдруг в 4 утра, в 5 мы идем, уже загримированные, холод, прилив-отлив, белое море, стоит на площадке Лунгин, в тулупе. Здесь все в сосульках. Стоит, думает. Мы стоим рядом. И вдруг он говорит, сегодня съемок не будет. И нас всех развернули, и обратно вернули на берег. Отменил съемки. Проходят сутки. Собирает он нас и говорит, все, я нашел кадр. Начинаем все сначала. Ой. Да. И досняли, когда мы на тачечке возили уголек, он вдруг увидел какой-то там материал, остановил съемки, все, что наснимали, выкинул, ну, в корзину, и начали снимать все сначала. Вот так было. Я не... Так, Витя, мы сейчас вместе со зрителями присутствовали по рождении очередной, очень интересной легенды. Это не легенда, это правда. Царство отца и сына. спектакль. Да. Давайте попробуем разобраться все-таки. Судьба какая, надо же. Орехозуевский пацан, господи. К этому мы тоже сейчас вернемся. И все-таки, если сравнивать этих двух царей, отца и сына, кто все-таки матушке России более полезен и нужен, по вашему мнению? Окружение. Дело-то не в царе. Я все-таки пришел к выводу, и Иван Грозный, и Федор Иванович, если говорить о моей роли. Сталин, Ленин, Ленин, Сталин, Хрущев. Я великое для себя открытие сделал. Но я не учитель, и не педагог, и пропагандист, и не сусловский, как это, отпрыск. Я не буду этого пропагандировать. Я просто высказываю субъективно свое открытие. все делает окружение. Не тайный кабинет, может быть, они и существуют, какие-то эти масонские ложи, или какие-то там сообщества, без окон, без дверей, какие-то комнатушки. Не знаю, с душевой кабиной. Бог вывез, но то, что делает погоду, жизнь, мир, порядок, окружение. Потому что все равно, будь то президент, царь, премьер-министр или еще кто, это только лидер, должность, штатная единица. Всем заправляют окружение, начиная от столиц, там, от какой-то вот этой красной точки, будь то Вашингтон или Москва, и заканчивая окраинами всем руководит окружение. Все зависит от окружения. А вот еще поговаривают, что 30% решения самого любимого президента Америки в 20 веке, а значит и вообще Рональда Рейгана, было принято им самим. 70% это целиком и полностью решение Нэнси. Не удивлюсь. Ну да, хотя тоже не она одна. Пока прическу делали, пока платье дошивали, пока котлеты дожаривали, наверное, с кем-то общалась, советовалась. Скажите, а вот вождь мирового пролетариата, Владимир Ильич Ленин, не к ночи будет помянут, его тоже окружение сделало? Конечно. Потому что вы опять отталкиваетесь, как мне кажется, тут надо обратить внимание от результата, когда он болел и умирал в горках. Много? Кто был около него? Как он себя чувствовал? Что он делал? А мы ж не знаем. А как не знаем? Уже это все известно. Уже на Арабова есть своя гипотеза, сколько там было. И он стучал, прям вот это еще более-менее здоровой ручкой, кулачком по креслу, потому что ему надо было идти на съезд, но только он там уже был никому не нужен. За ним никто не приехал, и он был брошен всеми. Это мне рассказали в горках. Да? Это вот когда готовились к съемкам в комедии «Строгого режима»? Нет, когда я готовился к съемкам, нет, я там прослушивал только живую речь Ленина. Три тысячи метров живого голоса я прослушал, чтобы мне поймать убаюкивающую вот эту тональность, картавить-то мы можем все. Но когда я слушал записи, я был завражен. Он меня действительно гипнотизировал каким-то убежденным каким-то вот этим звуком. И там я играл-то все-таки не Ленина, а некое представление о Ленине через героев, показанных советскими фильмами. Давайте напомним нашим зрителям, как это выглядело. Ради Бога. Пожалуйста. Я там играл заключенный. Смирно! Ну что, любезный, чем баллоны и чем труящихся? Чуть в крестах снипали. А ты, первое, знаешь по звуку, что сейчас происходит? На кухне, в тюрьме. Это так материал через себя пропустил, что уже теперь помнишь каждую секунду. Все знаю. А сейчас что несут? Поднос с овощами, с помидорами, с курочкой. Ведь можете, когда захотите, товарищи. Революции, матенька. Революции, голубчик, не только штыками делаются, но и брюхом, поверьте, обидевают, и все хохочут, и передают ножик. Ты так каждую роль свою работал? Да, наверное, не каждую. Нет, но работал. Ну вообще, тут, конечно, роль-то такая интересная. Во-первых, нужно было вжиться в роль уголовника, почему уголовника забитого. Где брали материал для этого? Ну, это были, конечно, основа была Довлатовская, но там еще было материал Достоевского, у него было тоже произведение, представление. то есть, вот эта уголовная среда, то есть, конечно, это в основном Довлатовская проза. О-о-о. В 2012 году уже появились материалы нового фильма, искупления режиссера Прошкина. У нас есть эксклюзивная возможность показать фрагмент. Ой, вот это да. Это ты спиной не помнишь. Не, а и то сейчас узнаю. Ну-ка давай. Один раз только. Мальчика у них убило. Старший паскудник где-то на шахте. Бомбу нашел. Тряхнуло так, что я здесь услыхал. Народ, говорят, полно было. Всем ничего. А на пацанчика принос с неба. Показано, как это случилось. А, это норове все такое. А это уже другая часть. Это мы гробы складываем на телегию. Уже выкопали семью. Неохотно пока коллектив, который занимается подготовкой к фильму, показывал, раздает фрагменты. С радостью на ночь гляда, но поделюсь и уделю время об этом фильме. Искупление по Фридриху Гринштейну. История тяжелейшая. Это уже после войны происходит, первые годы после войны. И вот тоже, как мы заговорили о острове, там много было забавного. Даже мое участие там было случайным, в кавычках, конечно, потому что Павел Лунгин, зная меня как типажа, он и не представлял. меня не вызвали по просьбе Мамонова. И у меня были пробы на отца Филарета. Здесь я играю по польского дворника Франю во дворе, который и закопал этих убиенных во дворе, чтобы они не испортились летом. Так вот, и эту роль я получил случайно. Почему? Я говорю, вот вы меня хвалите, сравниваете с Мухтуновским, дай вам Бог здоровья. Но в данном случае я сегодня не очень востребован. У меня, я не избалован предложениями. И немножко, конечно, я ревнуюсь, злюсь, печалюсь, и, может быть, тем самым рады и забавляю недругов, но я печалюсь по поводу того, что я вижу, и эту роль сыграл, и это сыграл бы, и это сыграл бы, и сыграл бы лучше, но они меня не позвали, они про меня не вспомнили, я им не интересен, не нужен, и неважно, вот здесь, Александр Прошкин, он когда-то меня в фильм «Чудо» пригласил на роль Хрущева, а мне понравилась роль уполномоченного по делам религии атеизма, которую сыграл Маковецкий, и я Александру Анатольевичу говорю, Арсен Анатольевич, дай попробовать, ну 15 минут, нет, я уже утвердил Маковецкого, а мне так это понравилась роль, и у меня в последние годы я такие роли и играю, а если они так не написаны, то я это придумываю, вот это оборотничество, хамелеонство, то есть появляясь в одном качестве, и чтобы на глазах у зрителей я менялся, как в комедии строгого режима, знаете, вот хочется войти, вот так же у меня тортюф прихожу в такой какой-то юродивый, знаете, и вдруг на глазах эта куколка, этот кокон превращается в монстра, понимаете, да, он у меня на Хрущева, а мне не понравился Хрущев, а понравился уполномоченный, попробовать не дали, и я обиделся, а что бы Сережа сказал, он бы на тебя обиделся, нет, ну обиделся, чего тут обижаться-то, он у меня в «Брате-2» роль просил, ну не у меня, он у Балабанова просил мою роль в «Брате-2», а вот у нас есть колец, который про дружбу в театре, как он что-то говорит, он, наверное, там точно что-то я закончил, в «Ра-искуплении», и в данном случае Богдан Ступко приболел, и вспомнили про меня, пригласили, первое, что я спросил, а Прошкин, ты разве согласен, что вы меня вызываете-то, он же на меня обиделся, в обиде, потому что я отказался играть Хрущева, потому как он не дал мне попробовать в полномоченном, и я получил колоссальное удовольствие, роль небольшая, маленькая, очень колоритная, хорошая роль, и сам фильм заслуживает огромного внимания, потому что там и режиссер серьезный, который весь изболелся, весь измучился, снимая картину, в сложнейших условиях, и как работают молодые актеры, актрисы, пара молодая, замечательная пара, и взрослая, там и Сергей Дредон, много, это всех перечислять не буду, но советую обратить внимание, давайте, запомним этот день, и посмотрите, какова судьба будет этой великолепной российской картиной. Безусловно, картина великолепная, но почему-то так получается, что все больше, больше каких-то тяжелых исторических картин, мы, видимо, еще до сих пор свое прошлое не простили, после тяжелой трудовой недели, офисный планктон, довольно уважаемые люди, они так или иначе двигают туда или в другую сторону хотят расслабиться, не нужна тяжелая картина, они хотят пахаха поржать. Давайте, давайте поржем, только почему-то мы ржем и Гитлер капут, а не веселые ребята. Но ведь в комедии строгого режима тоже особо не посмеешься, потому что в конце кадр, когда этот паровоз, ты болеешь за этого Ленина, за всех этих эволюционеров, понимаете, они должны сбежать, они хорошие люди, а паровоз едет по кругу. выхода нет. Да, это мы в такой системе проживали, и все-таки я обращаю внимание на другую сторону, раз уж вы опять вспоминаете комедию строгого режима, это 91-й год, а теперь откройте архив и посмотрите, сколько комедии было в 91-м году. Посмеяться и поржать, да это разве плохо? Где Гайдай? Нет Гайдая. Где Рязанов? Нет Рязанова. Где Данелия? Нет Данелия. И так же Александрова и Пырьева со свинаркой и пастух нет сегодня. А что, посмеяться не на чем? А оказывается, пострадать, помучиться, да помахать ножом или пистолетом оказывается так легко, а вот заставить позитивно не человека, публику вздохнуть, хихикнуть, подрыгать коленкой, да потискать подружку, да посмеяться, да потом выйти, расцеловаться и выпить вина, это так трудно оказывается. Хау-де-ду, хау-де-ду, я из пушки в небо иду, гурчинки нету, вот и все нету. Это я так вспомнил. Хорошую штуку ты затронул, ведь есть такой жанр уникальный. Это колоссальный труд комедии, потому что он дотошный. Вы даже вглядитесь в простые, казалось бы, третьесортные, они не поддавались, не подвергались награждениям комедии Гайдая. Но если вглядеться теперь как профессионал, я вглядываюсь в монтаж, простые вещи, простые вещи. Берите бриллианты в руках, когда девушка стоит в переулке какого-то южного города, хам-ду-ра-ля, киргуду, и они вдруг проходят мимо, и она его не пропускает, хочет захватить своего клиента, и как один теряется, а Миронов другой, пожалуйста, я готов, пошли, девушка. Какие простые вещи, как они смешно простроены. Мне кажется, где-то все-таки существует книжка, где собраны все возможные гэги для кинематографа, комедийного, в том числе. Но я хочу, чтобы Дмитрий Александрович вернулся к своему предложению, чтобы мы послушали про дружбу. Давай про дружбу, сейчас будем пакость обсуждать, давай вот. Жизнь в театре, она очень сильно расставляет акценты в слове дружба. Конечно, есть очень много людей, с которыми ты дружишь, и это может быть очень знаменитые люди, могут быть твои коллеги, но как такова дружба, она подразумевает в себе в жизни, она подразумевает в себе немножко другие качества. Мне кажется, что вообще человеку известному очень сложно со временем найти себе товарища, если он ни с кем-то не дружит вообще с юношеских лет, и не смог пронести эту дружбу на протяжении всей жизни. Я в театральную дружбу не верю. Я верю в очень уважительные, профессиональные отношения, потому что ты не можешь не уважать профессионализм и высоту планки человека, с которым ты общаешься, если это есть. А так нет. Николай Цискорец за 38 лет, народный артист России, кстати, у него много друзей среди драматических актеров. С ними дружба вполне возможна, поскольку интересы не пересекаются и нет поводов для зависти и конкуренции. А правда, что Сережа Маковецкий, Сергей Маковецкий для меня, вас однажды заложил? Про родов людей. Но он был прав. Что за ситуация? Что за ситуация? Снимаем фильм про родов людей, музей в квартире Шаляпина. Я в запое, в коробку из-под кефира налил водку, хожу по съемочной площадке. Ты снуешься, что ли? Я на полном серьезе рассказываю. Это тот случай, когда я не пью уже много лет, но там, когда я выпивал, когда я работал, я не пил. Это какой год был? 98-й год. Почему я там раскололся? Я любого своего героя люблю, пока над ним работаю. Я так ненавидел своего Виктора Ивановича про родов людей, как я его ненавидел. Но я не мог с этой ненавистью с ним существовать. И я вдруг немножко выпил, потом немножко, а мне пить нельзя. Я пошел в загул. И прихожу на съемочную площадку и решил схитрить. Я в коробку из-под кефира вылил водку и наливаю в стаканчик пластмассовый и как бы мешаю, вроде как я кефир пью. Ну вот. А сам начинаю пьянеть. И это заметил Сергей. Короче, он подходит к Балабанову и говорит, что-то с сухоруковым не происходит неладное. Ну, меня и разоблачили и повезли в Бехтеревку под капельницу. Десять дней я снимался, продолжал. Десять дней снимался. Так это он тебя по-дружески спас. А кто спорил? Я и не спорю. Это вы так вопрос ставите. Нет, это спасение. Спас, конечно, спас. Нет, конечно. Я ему благодарен. Что такого ужасного было в этом герое? Ну, как человек, который ну, ни одного, ни одного, вот клеточки нету позитивной, человечной. Он весь, он весь у меня был соткан из-за омерзения отвращения античеловечности. Это так тяжело, когда ты разговариваешь с девочкой и совращаешь ее, когда ты продаешь порнушку, когда ты спаиваешь маленьких детей водкой, да еще заставляешь, делаешь на них деньги. Ой, даже не спрашивайте, что ни эпизод, то ужас. То есть, посмотрим один эпизод. Да, с удовольствием. Весь фильм у меня, что ни эпизод, то омерзение. Вот я как раз к двоим близнецам пришел. И тебе уже привязывали. Не ходи сюда. Ты чего? Мама! что вам угодно? Что у этого персонажа в детстве случилось? Что с ним и так? Не знаю. Вы не копали так глубоко? Нет, здесь я не копал, да и Алексею не дал бы. И вообще в фильмах Балабанова я мало что выдумывал помимо его воли. Это был тот режиссер, с которым я познакомился в 90-м году. И он дебютировал с картиной «Счастливые дни» по Беккету «Happy Days», который тут же потом поедет в Канны и в особом взгляде будет. И я сыграл у него главную роль. И с тех пор это тот режиссер, с которым я сделал немного, сколько, на мой взгляд, пять картин и все. И мы давно уже расстались, давно не работаем. И после нашего расставания все картины «Мне не больно», «Груз 200», «Морфий». Я стучался к нему и говорил, Леш, а почему ты меня не зовешь в свое кино? Он говорит, нет, для тебя роли. Я ему не верил, потому что я в каждом фильме находил себе применение. Но он меня уже не звал. И в данном случае это тот, режиссер, которому я полностью доверял. Я мучился, страдал. Иногда он мне не мог объяснить, как играть. И тогда я ему говорил, Алексей, я буду показывать тебе вот сцену, работаем над сценой. И я ему показывал варианты поворота головы, вздоха, любого какого-то, какой-то мимики. А он просто смотрел. А потом говорил, вот так мне надо. А я уже и не помнил, что это, какой это вариант. То есть, вот на уровне каком-то сакральном мы с ним работали. И я считаю, что все фильмы, в которых я работал, они имели успех. Это и «Счастливые дни», «Замок Кавки», вот про родов и людей. Ну, брат, брат, два. Так вот, про родов и людей. На мой взгляд, она спорная картина, очень вкусовая. Но на мой взгляд, это суперкинематографическая картина. Это кино из кино. Череда великолепных героев. Огромная галерея образов. Часть из них, конечно, герои отрицательные. Не будете об этом со мной спорить. А вот в детстве, стоя перед зеркалом и думая, хочу стать актером. Вы какую себе роль выбирали тогда? Там. Там. В самом начале, в самом начале тоже, об этом уже все знают, кому я интересен, главного зайчика сыграть. Я играл не главного, а мечтал сыграть главного зайчика. Что вы для этого делали? Ничего не делал. Рос. Это было в детском саду. То есть это с детского сада тяга в актерство? Да в три года. А в школе, в любом классе есть такой местный главный клоун. Когда никто не знает урока, так ему подмигивает, он начинает учихалку сводить. По крайней мере... Это так было? Ну, немножечко, конечно, поодиночей. Я не был общим развлекателем или увеселителем. Но, тем не менее, мне нравилось забавлять своих одноклассников и ребят, которые меня окружали. И не всегда я получал восторги, похвалы. Иногда получал и оскорбления, и обиды, и прочее, прочее. Потому что одни это воспринимали как актерство, а другие как глупость, как идиотизм и как уродство. Но в данном случае я впервые, наверное, расскажу вам историю вслух. Ну? Мне очень мало лет. Я даже не помню, сколько мне было лет. Но только я знаю, что по Владимирской области там же течет моя река Клязьма, а я сам родом за реку Зуны. Но мы ездили в Владимирскую область купаться. Всем городом. Знаете, вот как... И электричка с квасом, с винегретом, с одеялами коньевыми, мы все мчались с гитарами на речку клязьмы накержать. Та-та-ра-а-а-а-а-а-а-а-а-а. В трусах семейных, в общем, всех купаться. И вот, значит, все пьют, гуляют, уже под кустами, под шмелями спят мужики поддатые, значит, бабы там играют в карты, в лото, судачат, сплетничают, целуются кто-то там, гуляют. И я залез в речку. Насколько я был маленький, что я у берега, там, ну, метров пять я встал на колени, и воды мне было вот так. И я начал изображать, как я плыву. И я уже, я уже заплыл далеко, и я уже не в реке, я уже в море. И вот вдруг я начал тонуть, и я вдруг тону, и я говорю, тону, я тону, тону, я тону, помогите, я тону, 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 я тону, помогите. И вдруг я вижу, как с берега все вздрогнули, все поднялись, и один мужик в брюках, в рубашке, в сандалях бежит ко мне, как мамонт, как жираф какой-то, огромного роста. И вдруг в какой-то момент я понял, что он же сейчас меня собьет, сметет, он же меня сейчас ударит. И я поднимаюсь из воды на ноги, говорю, нет-нет-нет, дяденька, я не тону, я играю. Весь пляж, народ, который стоял, начали хохотать над этим мужиком, который весь мокрый, стоял около меня, оплеванный, посрамленный, осмеянный этой неловкой ситуацией. И он как-то застрял, покрутился, потом, как мне даст подзатыльник, и почапал на берег. К чему я это вспомнил? Это и было актерство, о котором я не ведал, о котором я даже не подозревал. И пройдет много лет, я вдруг понял, что я уже тогда придумывал себе некие роли, некую среду, то есть я во всей среде придумывал себе игру. А когда вышел человек-амфибия, я чулки черные натянул на руки, взял обыкновенную мочалку, завязал мочалку вот сюда, под косынку, и запел. Нам бы, нам бы, нам бы, нам бы всем на дно, там бы, там бы, там бы, там бы пить вино, там под океаном, трезвым, оливьяном, вино все равно, эй, моряк! Ну, что это такое? Вот, кстати, вопрос, откуда это взялось-то? В Орехово-Зуево в один кинотеатр родина. Сам удивляюсь, мам, с папой Фабра Фаброй на фабрике, и не было у меня ни корней, Ну, откуда вот это? Может быть, я что-то прячу, может быть, это комплекс неполноценности, может быть, это действительно ненормальность на психическом уровне. Нет ответа. Понимаете? Но только сегодня, когда я пенсионер и ветеран труда, я хочу вам сказать, любить надо то, чем хочешь заниматься, и учиться постоянно учиться тому ремеслу, которым занимаешься. Тогда будет толк. Про судьбу у нас кто там? Саша Филипенко. Вот тот умеет про что-нибудь сказать. Давайте послушаем, что Саша думает про это вот неуловимое, мистическое понятие судьба. Судьба. Судьба многое решает сама, но надо уметь почувствовать внутри себя ее повороты и не пропустить их. Это очень важно, почувствовать этот знак судьбы и оказаться в нужное время в нужном месте. Можно верить в судьбу, в Бога, в провидение, но надо уметь помогать судьбе. Ты должен действовать, двигаться, работать, и тогда судьба отблагодарит тебя. И ты должен сказать спасибо, судьба. Да. Да. У Никулина анекдот есть. Из пункта А в пункт Б была проложена одноколейная железная дорога, и старый опытный диспетчер аккуратно отправлял из пункта А поезд в пункт Б. Когда он приходил в пункт Б, из пункта Б в пункт А отправлялся второй поезд. Однажды он заболел и молодой, неопытный, отправил два поезда одновременно из пункта А в пункт Б. И они не встретились. Не судьба. Александр Филипенко, 67 лет, народный артист России, после школы окончил московский фестех, два года работал старшим инженером в институте геохимии, но потом судьба все же привела его в театральное училище имени Щекина. Я согласен, только добавлю, я об этом тоже говорил. Для меня ведь судьба понятие одушевленное, очень, да, очень вещественное. И почему я к этому хочу добавить, что с ней не спорят. И ей не приказывают, с ней договариваются. С ней надо договариваться, сговариваться. Я эту тему очень часто обсуждаю. В 89-й год, а я до этого, ну, не снимали, ну, не снимали, по разным причинам, и обсуждать их не буду. И вдруг Бакенбарды Юрия Мамина, и мой дебют, я его почему, ну, там были до этого съемочки, эпизодики там, ну, это все так, какая-то проба, пыль перед дождем. А тут стало быть, бах! Духованный жажду томим в пустыне мрачной я влочился! И пошла, пошла, пошла история. Но тогда перестройка, тогда вот это бурление жизни, и самое главное, все говорили, фильм Мамина, фильм Мамина, фильм Мамина, и никто и не заметил Витю Сухорукова. Вы думаете, мне было не обидно? Мне казалось, вот она, вот она, сейчас, да, откроется ларец судьбы. Нет. Дальше идет комедия строгого режима. И это уже ученики Мамина делали картину. Она имела успех, и в данном случае Ван Флёре я получил пресс за лучшую мужскую роль, хотя Ван Флёре не был, я об этом знать не знал. И когда пойдет уже Балабанов, я опять попадаю в обойму фильмов, фильмы Балабанова про Сухорукова промолчали. И вдруг, вот брат, брат два, которые вдруг сделали меня суперпопулярными. И здесь, ребята, опять привет, тетя Судьба, она распорядилась, распорядилась, потому что, когда мы сделали картину, особенно вторую, ой, поднимайте архив, и вы увидите. Ну, в чем только не обвиняли, ну, что только на нас не навешивали. Сегодня 2012 год, и молодые мальчики и девочки, которым сегодня 15 лет, они догоняют меня и говорят, здравствуйте, брат, дайте автограф, а можно с вами сфотографироваться, а им там было 4-5 лет. Они знать не знали, а они смотрят эту картину, как будто она только что вышла. Понимаете? Не угадать. И был у меня период расстройства. Одна картина Бакенбарда, не заметили. Вторая картина природов людей, ни одной почетной грамоты. Бедный, бедный Павел, вот тут начались подвижки. И вы не поверите, это уже 2004 год, и заслуженные, известные кинокритики, кинокритики ко мне подходили после Павла. А уже до этого было очень много интересных ролей. И братья были, и антикиллер был гениальное, гениальное мое зло. И вдруг, ну что, поздравляю вас, Витюша, вы растете, нифига себе, я тут пуп рву, ищу какую-то связь с космосом, а мне говорят, вы растете. И я принял ее, их, вот это высказывание, и сказал себе, расти дальше, расти до конца, до скончания века, расти. В этом и есть ощущение движения. Столбой жизни. Можно еще про судьбу? Давай. Это вот эта вот госпожа судьба или тетя судьба, как вы, Илья Иванович, говорите, сказала вам однажды, что хорошо, вот тебе лицедейство, вот тебе успех в профессии, но личной жизни у тебя не будет. Так случилось. Когда это произошло? Когда вы поняли, что вот личное это не мое? Это мое. Только она не такая, как должна была быть в понимании норма порядка, может быть. Вот как должно быть. Знаете, есть такое выражение, как у людей. Ну, у меня как у людей. Ну, только я вот уверяю вас на ночь глядя, нету в моей жизни никак у людей ни порока, ни срама, ни позора, ни преступления. Нету. Но я так живу. И я по-другому уже вряд ли стану. Я имею в виду личную жизнь. Она есть, но она моя личная жизнь. Она не распространяется на семью, детей, тещу, зятьев. В ней нет... Она не заполнена социумом. Вот о чем. Многие говорят о вашем одиночестве. Так? И тут я могу сказать, если одни говорят, что одиночество это трагедия, другие говорят, одиночество это норма жизни. А для третьих это их природа. И в моей, оказывается, жизни, в моем вот, вот видите, сухоруков и одиночество, это, видимо, то целое, в нем я существую очень комфортно. Я вам верю, но как будет с теми... Ну, не верите. Ну, не будете вы мне верить. Верят, он мне верят. Тоже мне следователь нашелся. Ну, не верят мне. Мужчинами, которые боятся не оставить после себя никого, не оставить потомство, не нянчить внуков, не передать им какие-то свои истории. Мужчинчики, да, гробы. Это тоже. А пить-то не хочется. Почему? Есть, о ком заботиться-то есть. Есть, о ком думать. Я же, опять-таки, при всем своем одиночестве, я не одинок. Почему я и называю лукаво одиночество одинокостью. Мне в нем удобно, в нем я и становлюсь великим, заметным, интересным, потому что, мне кажется, может быть, опять страшную вещь скажу. Растворюсь я в общественном миропорядке, где все, и тапочки у порога, жена, кухня, магазины, поездки. Как у людей. Наверное, я бы не достиг того счастья в профессии, того уровня в своем актерстве, потому что это отнимает очень много времени. Вы лучше другой вопрос задайте. Опять лукавлю. Но вы задайте, и вы найдете там, может быть, ответ. Ну, один. И думай про меня, что хочешь, но я один. А вот когда люди проживают жизнь 10 лет, 15 лет, 20 лет. И у них дети взрослые, и дочки, и мальчики с усиками уже. И вдруг они расходятся, разбегаются. И ладно, если бы красиво разошлись с собственными, как бы, распилив чемоданы, а когда расходятся, оскорбляя друг друга, позоря друг друга, срамя, вот где надо разобраться, как так, терлись друг от друга, как два куска мыла, знают друг друга на ощупь, на запах, на все, на все, как единое целое. И вдруг разрывают, и говорят, не сошлись характерами, там такие сякие, друг на друга. Вот где тайна, тайна. А то, что он одинокий, ну, одинокий, и думай про него, чего хочешь. Недавно, вот когда юбилей-то был, я, было у меня откровение в одном документальном фильме про Витя Сухорукова. И влюблялся, и предложение делал. И здесь я оригинален, потому что сказать, что я святой, Боже упаси, конечно, грешен. Но я тогда, когда делая предложение, получал отказы, я не понимал ответа. Я то есть не находил ответа, а почему мне отказывают? Почему даже в этих вопросах надо мной иногда девочки смеялись? Понимаете? И что я буду это обсуждать на всю страну? Ребята, вы что, нюхайте свои носки, интереснее будет. Дмитрий Александрович, я хотел бы сказать, что среди прочих образов, которые мы сегодня с вами наблюдали, разумеется, этот рассказ про отдых на Клязьме, разумеется, пах Василь Макаровичем Шукшиным так сильно, что вот, ну, клянусь, в сростке превратился в скромной студии. И вот этот эпизод надо бы, наверное, нам с вами припомнить. Мне кажется, всю жизнь Витя Сухоруков помнит звук этой затрещины. Наверное, тогда маленький Орехово-Зуевский Витя увидел силу своего таланта и в следующую секунду Господь управил так, что ему тут же было показано. Но смотри. Вот этот урок, если Витя хотел, чтобы мы с вами вынули из этого рассказа, мне кажется, это удалось какой-то одаренный. Спасибо. Или, так сказать, какое точное место определил тот, кто это определяет, для телефона, который он поставил, для прямой связи с ним. Это твоя голова. Спасибо. Тебе спасибо. Успехов. Дай Бог тебе еще новых интересных свершений, они я знаю впереди. Чему нас учит Виктор Сухоруков? Тому, что если вы чего-то хотите добиться, рано или поздно это к вам придет. Обрадуетесь, если вы этом или нет, вам решать. Дмитрий Дебров, Александр Карлов и сегодня временно доступен Виктор Сухоруков. Спасибо. Я с вами был очень интересный. Спасибо. Я, честно говоря, хочу сказать, что вот эта работа, кроме всего прочего, приносит одно несказанное удовольствие. Когда бы я еще побывал бы на сольном концерте? Надо этот жанр делать. Может, тебе некогда. Я бы сидел полтора часа, бы вот так слушал. Причем ты знаешь, когда общие вещи, когда детали, и ты же их воспроизводишь с исключительной живостью. Витя, послушай, это не глупости. У тебя такой внутренний стержень, чувство фабулы, вот это литературное. Помимо того, что там актер, слушай, ты делай это. Откажет, никто не будет нужен. И тебе же даже режиссер будет. Будешь по городам ездить.